В городском парке по инициативе администрации города и при активной поддержке зеленой страны появилась аллея хвойных деревьев. Наша съемочная группа приобщилась к городской экологической акции. В экологическом проекте «Вырасти свой лес», предложенном некоммерческим партнерством «Зеленая страна» и активно поддержанным главой города Николаем Гречишниковым, приняли участие десятки лобницев. Засучили рукава сотрудники администрации во главе с Анной Кумановой, взяли лопаты. Илейки депутаты городского совета в фартуке с символикой зеленой страны облачились 11-ти классники городских школ, почетные граждане города надели рабочие перчатки. Даже певец Владимир Губанов в этот день предпочел привычному микрофону совсем другой инструмент. Владимир Губанов вместо микрофона держит лопату. Исторический момент, войдет в историю. Этот день, наверное, войдет в историю города. Сразу 29 вечно зеленых хвойных красавиц совместными усилиями были высажены вдоль пешеходной дорожки в городском парке. Слава Богу, такой вот субботник замечательный. Вспомним, как держать лопату. Я думаю, что нет, уж не такая на одного человека большая работа получается, но приятно. Готовы посадить целую рощу, лишь бы это было все на благо городу нашему. Я много деревьев посадил и во многих городах сажают. У меня традиция, у меня даже именные деревья есть. В Тольятти у меня растет береза, посажена Владимиром Букиным. Чудесно, чудесно, что действительно у нас наступила такая пора, что мы уже не только чистим город, но озеленяем его. Это же прекрасно, это наши вторые летние. КПРФ и Единая Россия сажают вместе, совместно дерево. Может быть, табличку следует привесить, кто посадил? Ну, я думаю, что не важно. Важно, что она появилась, эта сама аллея, и она есть. Вот это важно. Тут независимо, какая партия, независимо, какой человек, главное – это желание, чтобы это все росло и процветало на благо нашего города, нашей Родины. По-честному, в школе сажали мы деревья, а сейчас второй раз в жизни. Да, вот сажаю второй раз. Работали дружно, невзирая на чины и ордена. Будущие выпускники городских школ запомнят свое дерево. Которое означает, что мы отлично закончили школу, затем мы собираемся полить это, и оно будет расти. Самое страшное перед окончанием что? Экзамены, стать успешной и поступить в тот вуз, в который собираешься. Наверное, самое ответственное. Это не просто посадка, наверное, это нечто большее. Это то, что мы оставили на этой аллее, как себя, можно сказать. Часть себя. Вложили свою душу в это дело, что что-то в городе тут будет от нас. Она никогда в свою жизнь их не сажала. Мне кажется, это очень хорошее мероприятие для нашего города, потому что парк все равно нужно озеленять, его улучшать. Ведь недавно мы заняли место в конкурсе. Это очень хорошо. Озеленим наш город, все-таки мы в нем живем. Дерево под номером 8 от цветочной клуба именное. Его сажали почетный гражданин города Людмила Звягина и депутат городского совета Светлана Андреянова. И это дерево Борису Василию Санчу, первому почетному гражданину города посвящает. Герой Советского Союза, заслуженный пилот, полярник. Проект «Зеленой страны» удалось воплотить благодаря Елене Рыленковой. Она председатель правления некоммерческого партнерства, живет в Лобни и, естественно, является патриотом нашего города. Во всяком случае, ей удалось убедить коллег и президента «Зеленой страны» Ирину Малахову начать с Лобни. В 2013 году созданный ими проект «Вырасти свой лес» был выставлен на конкурс грантов и выиграл. Для реализации проекта были выделены средства государственной поддержки. Идея наша, деньги государства, красота теперь ваша. На эту весну и лето проектом запланированы 8 регионов, где будут проводиться посадки деревьев. В городской черте, либо в местах, где лес выгорел. Например, во Владимирской области и в Красноярском крае. У нас проект связан с областями. Вот Подмосковье, например, Московская область. В этом году мы реализовали этот проект в городе Лобня. Мы с удовольствием в дальнейшем будем сюда тоже обращаться, потому что теперь здесь налажено сотрудничество. Нас здесь знают, мы знаем, как сработала местная администрация. Все очень четко, эффективно. Конечно, мы с удовольствием придем сюда еще раз. У каждого города свое видение и понимание красоты той или иной территории. Туя в городском парке не гости. Хвойные деревья прочно заняли свое место в ландшафтном дизайне парка. Они неприхотливые. Хвойные деревья – это два раза в год весной подкормить и осенью. Весной для того, чтобы был более интенсивный рост, а осенью для того, чтобы они заложили больше пластических веществ для зимовки. Высаженные в прошлом году красавицы из семейства Кипарисовых хорошо перезимовали. Ну, единственная беда в городе – то, что собачки. Собачки – это буквально расстояние 20 сантиметров, где они, так сказать, свои дела сделали. Да, эти части туи почернели. А так все туи как бы выжили на 100% и все нормально. И барбарисы, и многолетники все, и тюльпан на этой клумбе – все выжили идеально. Подводя итог такой дружной, веселой, по-настоящему весенней акции, глава города отметил, что это только начало. Вдоль пешеходной дорожки высажены также молодые березки. Впереди новый проект по посадке сирени. Там, где есть возможность, мы обязательно будем досаживать деревья, кустарник, все, чтобы город стал еще зеленее, еще чище. Завершился праздник труда и озеленения вручением сувениров от «Зеленой страны» и благодарственных писем за неравнодушие и активное участие в возрождении и сохранении парков и лесов, истинного богатства России и Подмосковья. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».